Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с основными событиями, которые произошли к этому часу. Сто тысяч за содействие. В Самарской области увеличили выплату для жителей, которые помогают привлекать граждан на службу по контракту. Проанализировать и принять совместные решения. Во всех районах Самары прошло обсуждение возможной реформы органов местного самоуправления. Новые правила для блогеров. С 1 ноября блоги с аудиторией более 10 тысяч человек нужно регистрировать на сайте Роскомнадзора. В Самарской области увеличено до 100 тысяч рублей выплата для жителей, оказавших содействие в проведении агитации и помощь в прибытии кандидата в военный комиссариат или пункт отбора для заключения воинского контракта. Выплату за информирование о преимуществах службы, помощь в прибытии в военный комиссариат или пункт отбора и заключение контракта с вооруженными силами Российской Федерации может получить любой. Основанием является справка, которую выдадут в военном комиссариате. Напомним, в Самарской области увеличены также единовременные выплаты при заключении контракта с Министерством обороны Российской Федерации. Она составляет 2 миллиона рублей. Выплаты за первый год службы не менее 4,5 миллионов рублей. Подробности на сайте или по телефону, указанном на экране. Губернатор Вячеслав Федорещев в преддверии Дня народного единства вручил государственные награды отличившимся жителям региона. Среди них военнослужащие, специалисты здравоохранения, культуры, образования, сельского хозяйства, труженики промышленных предприятий, члены общественных организаций. Губернатор подчеркнул, что единство должно проявляться во всем, в том числе и в работе по социально-экономическому развитию региона. Многие направления работы, жизни Самарской области требуют сплоченности, максимальной собранности, последовательности, честности по отношению к себе и к людям, отметил глава региона. В Самаре состоялось обсуждение и реформирование системы органов местного самоуправления. О такой необходимости ранее говорил губернатор Вячеслав Федорещев, поскольку двухуровневая система управления, на которую регион перешел в 2015 году, не оправдала себя. Инициативу о возможном переходе к одноуровневой модели обсудили во всех девяти внутригородских районах Самары, а также на заседании в Городской думе. Подробнее о возможных изменениях расскажем в сюжете. Проанализировать и принять совместное решение. Представители Союза женщин железнодорожного района Самары обсудили инициативу реформирования системы органов местного самоуправления. Сейчас в Самаре действует двухуровневая система, когда внутригородские районы являются отдельными органами местного самоуправления. При них сформированы депутатские корпуса, выделяется отдельное финансирование на содержание районов. Десятилетний опыт работы в такой системе показал ее низкую эффективность, размывание ответственности между районным и городским уровнями управления. Поэтому теперь предполагается вернуться к системе, когда жители города будут выбирать не районных депутатов, а парламентариев напрямую в Городскую думу, а внутригородские районы снова войдут в состав администрации города, как это было прежде. Я уже девятый год являюсь депутатом от железнодорожного района, и у нас округ не такой большой. То есть количество избирателей было 6 тысяч человек, 4 тысячи человек. Если мы возвращаемся к той системе, которая была до этого, то каждый депутат от района будет нести ответственность за большее количество людей, и уже может более серьезно подходить к решению вопросов, касающих непосредственно отдельного округа. Вообще изначально такая система и была, и она показала свою эффективность. На мой взгляд, переход на нее вполне обоснован. Подобные обсуждения ранее прошли и в других внутригородских районах Самары. Общественники и народные депутаты инициативу поддержали. Так как я давно работал при различных системах органов власти, то в принципе так было. И вот мне кажется, лично мне кажется, что особенно в наше время, вот в сегодняшнее время, наверное, это разумный подход. Это единый будет организм, город и районы, это структурные подразделения, ну так вот и выражусь, структурные подразделения города. Вот эта реформа, она дает возможность самостоятельности главам района. Они будут, как говорится, уже непосредственно входить в структуру городского округа. Глава района будет нести более ответственность и более полномочий для того, чтобы в своем районе, как говорится, ну быть хозяином своего района и больше относиться к выполнению тех своих обязанностей. Город – это единое целое, и, значит, районы, они должны работать на город. Ну я сравниваю вот как завод и цеха. И вот я представляю, если, значит, руководители завода, значит, они ему не подчиняются, ну это неправильно. Мы надеемся, что это будет эффективно, потому что если хорошо, правильно и грамотно работает администрация городов и районов, то мобильность переброски бюджетных средств при необходимости, при решении вопросов, она будет более оперативная. Мы изучим все это вот предложение, которое было здесь сделано на этом совещании, и постараемся, конечно, вникнуть и свои, может быть, какие-то предложения с своей стороны дать. То есть мы заинтересованы в том, чтобы действительно структура власти работает у нас четко, понятно, быстро, оперативно и с минимальными затратами бюджетных средств. Все предложения, которые сегодня возникли, были предложены, конечно же, понесется в массы. Все женщины нашего женсовета будут строить свои беседы, встречи с населением нашего района. Напомним, ранее губернатор Вячеслав Федорищев предложил рассмотреть возможность проведения реформа местного самоуправления. Инициативу обсудили в районах, а также в Самарской городской думе. Депутаты также высказали необходимость перейти на одноуровневую модель управления. Когда жители идут голосовать, то они, конечно, дают себе отчет, что вот в этой части нам здесь вот на нашей территории, где человек избирается, есть понимание, чем поможет, и мы на него возлагаем надежды. Вот здесь он защитит наши интересы, а вот здесь, так сказать, он будет продвигать общегородские проблематики. У меня, как у председателя общественного совета, твердое абсолютное убеждение в том, что эта реформа 2014 года себя не оправдала. Ну, во-первых, я всегда была сторонницей жесткой вертикали управления в городе, тем более в городе-миллионнике, и всегда придерживалась этой позиции. Поэтому я считаю, что сейчас есть у нас все основания для того, чтобы пообсуждать, имеет ли смысл нам сохранять эту многоуровневую систему местного самоуправления, либо нам вернуться к той структуре, которая была до 2014 года. Предложения о необходимости реформирования системы органов местного самоуправления вынесут также на публичные слушания. Если жители поддержат инициативу, то Городская дума выйдет с соответствующим предложением о внесении изменений в устав города. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События. В связи с ухудшением погодных условий, Госавтоинспекция Самарской области рекомендует водителям воздержаться от пользования автомобилем. Плохая видимость может повлиять на безопасность дорожного движения. Если невозможно отложить поездку, следует выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и боковой интервал, избегать резких маневров и строго следовать знакам. Особое внимание необходимо уделить перекресткам, остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам. Также важно быть внимательными при пересечении дороги в установленных местах, не отвлекаться на разговоры по телефону и использовать световозвращающие элементы. Улицу 22-го партсъезда продолжают реконструировать. Сейчас работы ведутся на участке от Новосадовой до Московского шоссе. Здесь специалисты укладывают финишное покрытие. Работы на всем объекте завершены примерно на 85%. Подробности в нашем сюжете. Масштабная реконструкция улицы 22-го партсъезда подходит к завершению. Подрядчик уже приступил к укладке верхнего слоя покрытия в границах улицы Новосадовой и Московского шоссе. Укладка по основному ходу автодороги началась в четверг, утром, пока погодные условия были благоприятными. Территорию обеспылили, пролили битумной эмульсией, после чего стартовал процесс устройства финального слоя. Для оперативности работ на объекте задействовали сразу два асфальтоукладочных комплекса. Это позволяет получить практически бесшумное покрытие, на котором незаметны стыки. Такой подход обеспечит более надежную защиту от попадания влаги, возникновения дефектов. Используется высокопрочный асфальтобетон последнего поколения. Специалисты отмечают, что такое покрытие более износостойкое, выдержит большую нагрузку при интенсивном движении транспорта. Общая толщина основания – 119 сантиметров. После того, как рабочие завершат укладку верхнего слоя, приступят к нанесению разметки и асфальтированию въездов на внутриквартальные территории. Данные работы будут вестись только при сухой погоде. Параллельно с укладкой финишного покрытия завершается установка дорожных знаков, устройства освещения, газонов и тротуаров. При больших уклонах, а здесь на этой улице большой продольный уклон, необходимо делать площадки горизонтальные для того, чтобы маломобильные группы населения могли на этой площадке остановиться, перевести дух. То есть через какой-то определенный промежуток большого уклона есть горизонтальные площадки. Между направляющими ограждениями и тротуаром уложена специальная плитка, которая обеспечит дренажный эффект. Это сделано для отвода дождевых и талых вод. Ранее на участке от Новосадовой до Московского шоссе переложили водопровод и канализационные сети, трубы теплоснабжения и газовую линию. Велись работы на линии связи. Кроме того, установили новые люки колодцев и ливневок. Только по основному ходу таких люков 60. Для разделения потоков автомобильного движения прямого и обратного направлений устроена разделительная полоса с плиточным покрытием и направляющими ограждениями. Это будет способствовать повышению безопасности движения, исключит вероятность лобовых столкновений и других тяжелых ДТП. На участке четыре полосы, по две в каждом направлении, шириной около трех метров. Также сделано уширение, чтобы не создавались пробки, и автомобилисты могли спокойно выезжать на Московское шоссе. На самом деле это правильно, потому что уже во многих других регионах так делается. Это в разы удобней и более по-современному. Улицу 22-го партсъезда обновляют в два этапа. От улицы Солнечной до Новосадовой уже завершили все работы. В том числе уложили новый асфальт и установили остановку общественного транспорта. Учитывая многочисленные обращения жителей, подрядная организация заменила покрытие эко-плиткой на покрытие из тротуарной плитки. Сейчас движения на этом участке нет. Его откроют, когда завершатся все необходимые процедуры. Все этапы реконструкции находятся на постоянном контроле. Завершить работу планируется до 31 января следующего года. Автомобилисты смогут проехать по новой транспортной развязке чуть позже. Месяц февраль, это как раз будет месяц, который дается на вот объекта. Будут собираться справки о выполнении технических условий. Готовится пакет необходимых документов. Готовый пакет будет передан в Министерство строительства для получения разрешения на вот объекта. Зарегистрируют в департаменте, поставят на кадастровый счет объект. И будет введен в эксплуатацию. К настоящему времени работы на объекте выполнены примерно на 85%. Реконструкция улицы 22-го портсъезда входит в мероприятие по повышению эффективности разгрузки трафика. Новая дорога станет еще одним связующим звеном между основными магистралями – Московским шоссе и улицей Новосадовой, которая относится к опорным объектам улично-дорожной сети. В результате реконструкции максимально удобным станет весь транспортный узел вместе с эстакадой – двухуровневой автомобильной развязкой, которая была построена от пересечения улиц Новосадовой и Советской армии и открыта в октябре 2022 года. Елизавета Прокопенкова, Сергей Баскин. События. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Курумыч сняли в 18.10. Напомним, сегодня с 14.30 были введены временные ограничения на работу Самарского аэропорта. Как пояснили в телеграм-канале Росавиации, мера была принята для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Воздушная гавань временно не принимала и не отправляла авиарейсы. Прибытие целого ряда рейсов в Самарский аэропорт было перенесено на более позднее время. Далее коротко о других темах дня. С 1 ноября блоги с аудиторией более 10 тысяч человек нужно зарегистрировать на сайте Роскомнадзора. Также это можно сделать через портал Госуслуг. Согласно правилам, если аккаунт уже превышает объем аудитории, то предоставить свои данные ведомству необходимо до конца года или в течение 10 дней с момента достижения необходимого количества подписчиков. После регистрации владельцу страницы придет подтверждение, и он должен будет разместить специальный знак и ссылку, по которой любой сможет проверить присутствие канала в перечне. Россияне стали чаще допускать просрочку по ипотеке. За год общий объем таких долгов вырос на 37%, до рекордных 136 миллиардов рублей. Отмечается, что в последние годы россияне стали чаще брать кредиты на жилье под большие проценты, в надежде рефинансироваться. При этом, как подчеркивают эксперты, долги по кредитам увеличиваются в геометрической прогрессии на фоне растущей ключевой ставки Центробанка. На этой неделе в Самарской области привезли очередную партию вакцины от гриппа для взрослых. Привиться сможет каждый. Всего с начала кампании в медицинские учреждения поступило более 1 миллиона 800 тысяч доз. Врачи напоминают, что прививка от гриппа осенью – это эффективная профилактика вирусных инфекций в предстоящий эпид-сезон. Пункты вакцинации работают ежедневно, а информацию о них можно найти на сайте Минздрава. Россияне тратят больше всего денег на еду, аренду жилья и выплату ипотеки. Таковы результаты исследования сервиса по поиску работы. В числе регулярных трат также расходы на коммунальные услуги, связь, телевидение и интернет. Кроме того, за последние три года выросли траты на детей и одежду. Исследование также показало, что количество россиян, использующих кредитные карты при нехватке денег, выросло на 10% пункта за три года и составило 36%. В Самаре продолжается подготовка к параду памяти. Он пройдет 7 ноября на площади Куйбышева. Напомним, парад посвящен шествию, которое проходило в этот день в 41 году одновременно в трех городах – Москве, Воронеже и Куйбышеве, который к тому моменту уже стал запасной столицей. Парад в городе на Волге, кроме прохождения войск и боевой техники, включал еще и воздушную часть. Он был самым многочисленным и продолжительным. Прямо с парада советские войска уходили на фронт. В 2011 году в Самаре возродили традицию проводить шествие. В этом году парад памяти пройдет в 14-й раз. В преддверии парада также проходят патриотические мероприятия. Непосредственно в 12 часов состоится парад, в котором примут участие 16 регионов Российской Федерации. Парадные расчеты, 126 парадных расчетов пройдут впервые под музыкальное сопровождение Центрального военного оркестра Министерства обороны. У нас на трибунах будут почетные гости с 89 регионов Российской Федерации. То есть в этом году вся Россия, все регионы нашей великой страны будут с нами. Почетные гости, руководители фондов защитников Отечества, руководители в том числе Министерства обороны, администрации президента. И для нас важно, что на трибунах будут сидеть и семьи участников, и герои специальной военной операции. Также будут, естественно, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла. Важно, что в этот момент у нас будет проходить выставка, которая также в этом году в преддверии Парада памяти откроется 4 числа и продолжит свою работу до 10 ноября. Выставка трофейной техники. История участников Великой Отечественной войны, рассказанная их потомками. В музее технического лицея Самары прошла экскурсия, посвященная Параду, который состоялся 7 ноября 1941 года в Куйбышеве. Такие экскурсии школьники проводят регулярно. Побывать на них могут не только учащиеся других школ, но и сотрудники предприятия, а также дошкольники. Подробности в нашем материале. Прадед ученика технического лицея Матвея Голованова прошел всю Великую Отечественную войну. Иван Подобед оборонял Сталинград и живым вернулся домой. Вся семья Матвея прадедом очень гордится, и именно ему был посвящен рассказ мальчика. Я лично с ним не был знаком, мне с докладом помогал папа. Меня в моем прадеде восхищает его смелость, мужество и отвага. Елизавета Мухранова уже не волнуется во время выступления. Экскурсии для школьников она проводит четвертый год. Рассказывает, подготовка к ним длится в течение года. Вместе с другими ребятами Елизавета учится в школе юного экскурсовода, где изучает методику подачи информации. Во-первых, наверное, нужно не говорить слишком сложными терминами, потому что многие люди могут их не понять. Для маленьких детей мы рассказываем более простой вариант экскурсии. Проводим также небольшие игровые форматы, связанные с историей. Чтобы хранить память, чтобы люди никогда не забывали благодаря кому они живы. Музей в техническом лицее посвящен параду, который прошел 7 ноября 1941 года в Куйбышеве. Оттуда его участники уходили прямо на фронт. Вот уже 14 лет в Самаре проходит парад памяти, посвященный тем событиям. В нем принимают участие и самарские школьники. Также накануне памятной даты в музее технического лицея проходят тематические экскурсии. Каждый год, как только начинается учебный год, мы объявляем конкурс сочинений. То есть они исследуют историю своей семьи. Выбираем самые яркие, когда есть какие-то экспонаты, какие-то такие ценные истории, которые можно именно к тематике этого года привязать. И дополняем историями кривеческими. Вот, например, семья Володечкиных, да, известная. На экскурсии в музей технического лицея приезжают не только учащиеся самарских школ, но и сотрудники предприятий, а также дошкольники для них проводят адаптивные занятия. Каждый год учащиеся лицея выезжают в поисковые экспедиции, во время которых находят не только ценные экспонаты, которые пополняют запасы лицея, но и поднимают из земли останки без вести пропавших солдат. За время этой работы более тысячи погибших во время Великой Отечественной войны были захоронены. Виктория Шара и Николай Сидоров. События. 4 ноября, в День народного единства, в Самаре откроется выставка, посвященная достижениям региона. Она станет продолжением экспозиционного проекта «Россия», представленного ранее на ВДНХ в Москве. Выставка будет открыта по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Экспозиция разместится на площадке музея имени Алабина. Закрывая выставку «Россия» на ВДНХ, принимая награду за успешное проведение и участие в этой выставке Самарской области, наш губернатор Вячеслав Андреевич высказал идею о том, чтобы открыть уже на Самарской земле выставку, которая бы рассказывала о истории, современном развитии, будущем и достижениях Самарской области. Мы очень надеемся, что люди, которые еще не были в том или ином уголке нашей Самарской области, благодаря выставке «Самара», но она обо всей Самарской области, захотят в том числе поехать в тот район, в тот городской округ, в котором они никогда не были. На выставке будут использованы современные мультимедийные технологии, в том числе технологии создания виртуальной реальности. Также создана событийная площадка, где будут проходить лекции, мастер-классы, розыгрыши призов и творческие встречи с известными людьми. Здесь же о достопримечательностях каждого городского округа и муниципального района будут рассказывать их представители. Любой желающий сможет узнать еще больше о разных уголках Самарской области, о ее достижениях и планах в промышленности, науке и инновациях, традициях и культуре народов, проживающих в Самарской губернии, о ее туристических возможностях. Кроме того, посетители выставки смогут познакомиться и с другими музейными экспозициями. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Телеграм-канал Октябрьского района Самары напоминает подписчикам, что при первых признаках мошенничества нужно прекратить разговор по телефону. Телефонные мошенники могут представляться сотрудниками банков, правоохранительных органов или даже знакомыми, пытаясь вызвать доверие. Часто используют такие тактики, как создание чувства срочности или страха, например, сообщая о блокировке банковской карты или о необходимости немедленной уплаты долга. В других случаях они предлагают выигрыши в конкурсах, о которых жертва даже не слышала. В борьбе с телефонным мошенничеством важна бдительность и информированность. Чем больше людей будут осведомлены о методах обмана, тем меньше шансов у мошенников на успех. Не позволяйте страху и неуверенности управлять вами. Всегда проверяйте информацию и доверяйте только тем, кого знаете. Телеграм-канал Кировского района напоминает, что грипп птиц – острая, инфекционная, особо опасная болезнь, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания и высокой смертностью домашних и диких птиц различных видов. Гриппу восприимчива все виды птиц, а также свиньи, лошади, хорьки, мыши, кошки, собаки, иные позвоночные и человек. Заражение человека и домашней птицы происходит при тесном контакте с инфицированной и мертвой дикой или домашней птицей. В ряде случаев возможно заражение человека при употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термической обработки. Поэтому необходимо соблюдение владельцами и лицами, осуществляющими уход, содержание, разведение и реализацию птицы, санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных правил и норм. По новым тротуарным дорожкам с комфортом, пока позволяют погодные условия во внутригородских районах Самары, продолжается благоустройство дворов. В Кировском районе на улице Магистральной 135 ведутся работы по обновлению асфальтового покрытия на тротуарах. Специалисты подрядной организации выполнили все необходимые подготовительные мероприятия, установили бордюрный камень, сформировали и засыпали основание под тротуар, сообщает телеграм-канал городской администрации Вести с Дворянской. Тот же телеграм-канал сообщает, что 31 октября 1970 года с главного конвейера Волжского автомобильного завода сошел десятитысячный автомобиль «Жигули». В рамках района и спартакиады среди студентов, обучающихся в среднеспециальных учебных заведениях Советского внутригородского района, состоялись соревнования по настольному теннису среди девушек и юношей. Телеграм-канал Советского района поздравляет победителей, благодарит всех за активное участие и честное соперничество. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова